Здравствуйте! Добро пожаловать на программу Вести Карачева-Черкесия. События среды в репортажах наших корреспондентов. Главные новости. Жду вакцины, чтобы привиться, потому что больше нам надеяться не на что. Массовая вакцинация против коронавируса в стране ожидается в феврале следующего года. Защита прав и пресечения правонарушений в отношении детей. В России подписано соглашение о сотрудничестве между Министерством внутренних дел и полномоченным по правам ребенка. Будучи строителем, он ворвался в абазинскую литературу, внезапно и полюбился всем. Не стало народного поэта Галисы Ионова, автора песни Баба Цауа. Одни любят кошек и собак, другие нет. В приюте для животных белый клык любят и тех, и других. Вот только его питомцы могут остаться без хозяина. Ежедневно в Карачаево-Черкесии регистрируется 80 новых случаев заражения COVID-19. Основные COVID-госпитали республики работают на полную мощность. Есть еще и резервные, расположенные в Черкесске, Адагехабле, Усть-Жигуте и Прикубанском районе. О том, как организована работа в COVID-госпитале при Черкесской городской больнице, расскажет Мурат Женкезов. В России рост заболеваемости коронавирусной инфекции наблюдается в десятках регионов, в том числе в Карачаево-Черкесии. Ведь ситуация здесь остается сложной. По состоянию на 14 октября общее количество заболевших коронавирусом составило 8166 человек. Только за один день в COVID-госпиталь при городской больнице Черкеска поступило 30 пациентов. В группе особого риска люди старшего поколения. С 60 до 70 чуть-чуть больше госпитализированных, чем с 50 до 60. Поэтому, как нас и готовят, как и предупреждает нас Минздрав, 65 плюс – это опасно. Если в первую волну пандемии в республике были проблемы, связанные с тем, что мы не были готовы к столь быстрому распространению и большому количеству зараженных, а лекарственные препараты были в дефиците, то на сегодня ситуация стабилизировалась. Отбор и лечение пациентов проходит в соответствии с рекомендациями Министерства здравоохранения России. Выпущена уже 8-я, даже 8-1 версия методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению коронавирусной инфекции. И, конечно, эти методические рекомендации изменились. Ушли некоторые препараты, которые не подтвердили свою эффективность, а некоторые появились те, которые уже разработала отечественная промышленность. На практике хорошие результаты в лечении вируса показали аппараты неинвазивной вентиляции лёгких. Это когда больной находится в сознании, лежит на животе и дышит через специальную маску. Вкупе с разработанными этим летом российскими учёными противовирусными лекарствами, лечение ковид-больных показывает обнадёживающие результаты. Есть такое понятие «упреждающая противовоспалительная терапия». И в первую волну все искали только препарат «Октемра». То есть это препарат для лечения цитокинного шторма, когда он уже в ходу. А сейчас появились отечественные препараты, которые упреждают этот цитокиновый шторм. Это препараты «Борицетиниб», это препарат «Артлегия». То есть это препараты, зарегистрированные нашими отечественными производителями вот этим летом. Несмотря на карантинные мероприятия, вирус COVID-19 распространяется в республике быстро и широко. Специалисты возлагают большие надежды на новую вакцину. Уже поступили первые 40 доз. «Ну я, например, жду вакцину. Я бы хотела тоже, конечно, привиться, потому что я всё время контактирую с работающими, я провожу с ними планёрки и так далее. Ну и в зону приходится заходить, когда какие-то чрезвычайные ситуации». Планируется, что прививать от коронавируса будут бесплатно, а массовая вакцинация против коронавируса в стране ожидается в феврале следующего года. Мурат Сангюзова, Алибастанов, Вести Карачаева, Черкесия. И вести из оперштаба. На сегодня в Карачаево-Черкесии выявлено 82 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее количество заболевших в республике – 8 тысяч, из них 5 тысяч выздоровели. Госпитализировано 529 человек. В Министерстве внутренних дел по Карачаево-Черкесии подписали соглашение о сотрудничестве между ведомствами и уполномоченным по правам ребёнка в республике. В соглашении говорится об организации взаимодействия по вопросам защиты прав и охраняемых с законом интересов ребёнка, предупреждении пресечения правонарушений в отношении несовершеннолетних и с их участием осуществления обмена информацией, предоставляющей взаимный интерес к проведению мероприятий, направленных на повышение правовой грамотности подрастающего поколения. Стороны договорились о взаимодействии информационных, правовых, кадровых и организационных ресурсов, планировании и реализации совместной работы. Сейчас время прогноза погоды. Слово нашим синоптикам. Ветер западный 4,9 метра в секунду. Температура ночью 10-12, днём 24-26 градусов тепла. Вятские меха. Центр сезонных распродаж. Дарит телевизор. Шубу смело примеряй и подарок получай. Только до 15 октября. ТЦ «Панорама». Первый этаж. Всё, что вас радует, обязательно будет с кредитом наличными в Минбанке. Возьмите кредит до 2 миллионов рублей по ставке 6,9% годовых. Оставьте заявку на сайте минбанк.ру или приходите в офис «Московский индустриальный банк». Это «Большие вести» в прямом эфире. Мы продолжаем. Ушёл из жизни член Союза писателей России, член Ассоциации писателей Абхазии, народный поэт Карачаева-Черкесии Галис Айонов. Всю свою жизнь до выхода на заслуженный отдых он работал в строительной отрасли, но поэзия для него была превыше всего. Самородок из Тапанте. Именно так его называли. Что интересного было в его творчестве, узнавала Альбина Ламкова. Популярная абазинская песня «Куда идёшь, красавица» знакома и любима многими. Автор её слов – Алиса Айонов. До очередного дня его рождения оставалась неделя, но, к сожалению, жизнь Алиса Айонова оборвалась. Это большая утрата для абазинской литературы. Чёткий ритм, интересная рифма с игрой слов, присущая его стихам – настоящая находка для композитора. Слова поэта легко ложатся на музыку, сливаясь с ней в единое целое. Редактор отдела литературы газеты «Абазашта» Ася Джертисова хорошо знала поэта. Они часто виделись в редакции. Алиса Айонов был светлым человеком, рассказывает Ася Джертисова. Она не раз сама писала статьи о нём. Общалась с его соратниками, поэтами. Они многое рассказывали о его таланте. Известная поэтесса Мира Длябичева говорила об Алисе Айонове так. Широта его поэтического восприятия, действительности, выходит за рамки повседневности. Отсутствие истинного наставника, который смог бы вовремя преподнести литературной публике самобытного поэта, никак не повлияло на его дальнейшее становление. Она говорила так. Ионов Алиса ворвался в абазинскую литературу внезапно и сразу полюбился всем. Алиса Айонов родился в 1943 году в абазинском ауле Тапанта. Отец ушёл на фронт до его рождения и не вернулся. Его воспитывала мама и бабушка. Любовь к литературе привила бабушка, рассказывая внуку сказки. Слушая их, Алиса сам хотел сочинять. Стал пробовать себя в литературном творчестве, но до 18 лет никому не рассказывал об этом. Пришёл в редакцию, он рассказывал сам. По Сарбисекову показал свои стихи, и они сказали ему, у тебя талант. А впоследствии Керим Махце говорил, это самородок. Так они его и называли, самородок из Дапанты. На основе фольклорных произведений он написал поэму, как со срока вернул огонь нартом. Очень талантливое произведение. Потом писал очень такие шуточные стихи, без сарказма, добрые, которые сразу воспринимались все читателям. Великий русский поэт Александр Пушкин был для Алисы Кмелевича кумиром. И поэтому он перевёл на абазинский язык его две сказки. О мёртвой царевне, семи богатырях и о попе его работнике Балде. Ну настолько талантливо он это сделал, ни ритм нигде не нарушен, ни смысл. Думаешь, я тоже вроде знаю абазинский язык, но как он это смог сделать? Это надо обладать вот таким талантом. Алиса Ионов и сам мастерски декларировал свои произведения. И даже не зная абазинского языка, можно было догадаться о том, что это сказка Александра Пушкина. По профессии Алиса Ионов был строителем. Он говорил о себе, что если сложить все дома, которые построил, получится маленький аул. И в действительности. Золотые руки – это о нём. Он со знанием, делом, надёжно и с душой кирпич за кирпичиком возводил дома. Также профессионально он выстраивал и слова в своих поэтических сочинениях. Можно с уверенностью сказать, что вышедшие из-под его пера произведения, как и построенные им дома, останутся вечным напоминанием об архитекторе-строителе и об архитекторе человеческой души. Альбина Ламкова, Мухаммед Ашибоков. Вести Карачаева, Черкесия. Белый клык может остаться без хозяина. Приют для кошек и собак столкнулся с новой проблемой. В наших информационных выпусках мы рассказывали о единственном Карачаево-Черкесии госпитале, где проходят реабилитацию раненые и брошенные животные. Как они готовятся встретить осенний листопад и зимнюю вьюгу, и при этом не погибнуть. Светлана Шаганова побывала в приюте и узнала все подробности. У входа нас встречает четвероногий хозяин, хан. Он охраняет кошкин дом. Здесь небольшой переполох. Каждая кошка хочет попасть в объектив телекамеры. Только британец Шах сидит в сторонке. Немного скромничает. Не зря ведь голубых кровей. К законам общежития многие уже здесь привыкли. Только новички Василиса и Капитошка взобрались высоко и общаться не желают. А вот эта жгучая брюнетка готова была вцепиться когтями в наш микрофон. Асти просто не желает давать интервью. Ведет себя дерзко и неспроста. Кошка попала под колеса автомобиля. Вовремя пришел на помощь Анар и вернул ей жизнь. Асти сейчас проходит реабилитацию. А может именно здесь живет ваше пушистое счастье. Мир разделился на два лагеря. Одни любят кошек и собак, другие нет. Но однажды увидев вот этих пушистых животных, поверьте, мир становится ярче и добрее. Жизнь в приюте Белый Клык вроде бы налажена. Собаки и кошки, пройдя необходимое лечение, восстанавливаются. Трехлапый султан зализывает свежие раны. Не в бою пострадал, а от жестокости людей. Вопреки известному фразеологизму, кошки с собаками живут здесь дружно. Наверное, благодаря хозяину Анару. Вот такую любовь они испытывают к своему спасителю. Но животные чувствуют скорое расставание. Меня забирают в армию, и ровно год я буду отсутствовать. И моим животным срочно нужен человек, люди, которые смогут весь этот год ходить и ухаживать за ними. Ведь эти животные попали к нам с улицы, покалеченные, больные. Нам срочно нужны волонтеры, добровольцы. Животные остаются одни. И если не найдется человек, который сможет ухаживать за этими животными, то, к сожалению, все эти животные просто погибнут. Печальная мира едва выглядывает из своей будки. А ведь немало и бездомных людей, которые сейчас ищут свой кров. И у них есть возможность хотя бы на время решить свой жилищный вопрос. Пожить здесь и ухаживать за животными в отсутствии Анара. Небезразличные люди продолжают помогать приюту «Белый клык». Очень хотелось бы попросить вас о помощи, что в отсутствии, когда меня не будет, хотелось бы собрать средства на корма, чтобы мы перечислили эти деньги зоумиру, поставщикам нашим, которые поставляют каждый месяц нам корма. Чтобы не было никаких проблем, мы очень нуждаемся в вашей помощи. И надеемся, что вы нам поможете. Солнечный октябрь всем на пользу. И людям, и животным. Рыжик окрасился в цвет осени, принимает солнечные ванны и любезно позирует на камеру. Кто-то мечтает о новом хозяине и новом доме. Да, хорошая конура. Большая. В приюте уютные вольеры, пуховые перины и ковры. Но все же есть надежда обрести постоянное жилище. Все кошки и собаки привиты, стерилизованы. А главное, от них исходит доброта. И взамен эти причудливые мордашки хотят такого же к ним отношения. Хоть закон и принят об ответственном обращении с животными, но пока нет возможности у государства открывать приюты для кошек и собак. Да, это затратно. И пока эта бездомная пропасть будет существовать, так и будут гибнуть эти беззащитные существа. Ведь таких благотворителей, как Анар Баширов, единицы, остается только протянуть руку помощи вот этим усатым-полосатым. А в ответ услышать чистосердечное собачье-кошачье спасибо. Светлана Шаганова, Али Бастанов, Вести Карачаева, Черкесия, из приюта «Белый клык». Такой была среда в Карачаево-Черкесии. Прямо сейчас продолжение фильма «Возвращение». Приятного просмотра и ждите вестей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова